Эта неделя станет пиковой в проявлении паводков. Об этом на брифинге сообщил председатель комитета ПЧС Владимир Беккер. По его данным, помимо обильного снеготаяния, в Казгидромете предупредили о продолжительных осадках в ближайшие три дня. Причем в регионах, которые находятся на контроле участников. В частности, в Восточно-Казахстанской области ожидаются образования заторов льда, склоновые стоки и резкий подъем уровня воды в реках. В целом, на сегодняшний день в Казахстане из-за паводков пострадало 13 домов. Работы по 10 из них завершены. Также зарегистрирован один перелив через трассу Екатеринбург-Калматы. Она остается закрытой. Размыло и дорогу республиканского значения Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ульяновский. Противопаводковые мероприятия по всей стране продолжаются. Обстановка в целом по стране достаточно стабильно сложная. Процессы снеготаяния продолжаются. Остается ряд регионов, где у нас возможны паводковые серьезные проявления. Это три района Кустанайской области, Эзенкольский, Саракольский, Карасусский районы. Три района у нас Североказахстанской области и три района у нас Западно-Казахстанской области. И Восточная Казахстанская область у нас на контроле находятся Катон-Карагайский, Зыряновский, Глубоковский, Шаманхинский и Бескарагайские районы. Продолжение следует...